Репортажи, стримы, матчи, интервью, новости, все это Cybersport.ru Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и сегодня я вам расскажу о самой офигенной и имбовой потасау 4 уровня в нашей игре. Знаете, как говорят, век живи, век учись. Я до этого момента не особо обращал внимание на потасау советские низких уровней, потому что, наверное, проскочил их когда-то давным-давно, еще в 2011 году, желая побыстрее докачаться до ИСУ-152, а потом и до Объекта 704 и познать тот самый нереальный кайф нагиба на высоких уровнях. Тогда я еще был совсем зеленым врачком и не знал самой главной истины в World of Tanks. Между удовольствием, счастьем и приятными эмоциями и 10 уровнями или 9 не стоит знак равенства, это не одно и то же. И ты можешь докачаться в нашей игре и до 9, и до 10 уровня, но ты там не найдешь то, чего искал, ты там не найдешь кнопки нагнуть всех. А порою именно где-то вот на середине или на низких уровнях находятся те самые машинки, на которых ты катаешься, получаешь нереальный кайф и думаешь, господи, да нахрена мне эти девятки, нахрена мне эти уходящие в минус десятки, вот оно, вот оно счастье нагиба, вот на чем я получаю удовольствие. Наверное, многие из вас тоже так думают, если так же думаете, жмите лайк под этим видео, потому что, судя по статистике, в нашей игре самые популярные уровни это как раз вот шестые и седьмые. Так вот, когда я проходил советские ПТ, я их проскакивал, понятное дело, очень быстро, поскорее желая выкачать самые-самые высокие уровни, и у меня каких-то ярких впечатлений о ПТшках советских там 2-го, 3-го, 4-го уровня не осталось. И вот, в течение последних полугодов и очень часто, особенно на педобирских стримах, просили меня выкатить Су-85Б. И я, честно говоря, удивлялся, потому что я считал, что на 4-м уровне среди ПТ-САУ есть единая имба, это Хетцер. Ну и штук 3Б, пророк его, как говорится, да? Аминь. Хетцер, он един, Хетцер, он велик, Хетцер, гона, Хетц. Всех нагибает, фугасами кидает, танкует, и еще, как говорится, иногда даже не светится, в отличие от борща, который, конечно же, светится. И я долгое время не понимал, почему мои зрители, почему мои вот комментаторы, там, донатеры, просят меня выкатить Су-85Б. Блин, чё в ней такого? Ну ПТ-САУ, ну ПТ-САУ, ну ПУШКА, ну ПУШКА. Что в ней такого, я не понимал. И тут вот недавно, задумавшись над тем, по какому утаночку делать обзор, я решил выкатить эту машинку. И просто офигел. Блин, друзья, приношу вам свои извинения, что я игнорил ваши просьбы, приношу свои извинения за то, что я не верил вам, что Су-85Б это нереальная имбища. Это действительно так. Это просто самая жесткая, самая беспринципная и самая офигенная ПТ-шка четвертого уровня. Да, безусловно, Хетцер хорош и Штук-3Б хорош, но все-таки среди всех ПТ-САУ четвертого уровня Су-85Б это самый-самый кайф. Почему? Сейчас объясню. У нас на четвертом уровне нет особо брони, всего лишь 25 мм лоб и 15 борта, то есть мы не можем танковать как Хетцер или Штук-3Б или может быть какие-то другие ПТ-САУ, хотя в принципе других-то особо бронированных у нас и нету. Но при этом у нас есть неплохая динамика, то есть двигатель достаточно мощный, масса совсем маленькая, максималка 43 км в час. Конечно, хочется побольше, хочется гасать по карте как Т-67, но в принципе и сороковника хватает, потому что мы его набираем очень быстро, очень хорошо вертимся на месте. В общем, в плане динамики у Су-85Б все нормально. Но вот что у этой ПТ-САУ реально радует, это ее пушка. Блин, чуваки, я честно вам скажу, что орудие просто нереальное. На четвертом уровне, где у танков чаще всего всего лишь там 280-300 хп, у нас пушка с пробитием на минуточку 130 и уроном 160. Это просто абзац какой-то. Точность на 100 метров 0.38 в принципе неплохо. Сведение достаточно быстрое, 2.3. Стабилизация такая вот, средненькая. И при этом хотелось бы отметить, что кроме огромного урона и огромного пробития, да, у нас еще и ДПМ, друзья. Если со всеми плюшками, экипажами и там прочими прибамбасами, ДПМ можно догнать до 2500. Еще раз на минуточку, если вы вдруг запутались в моих словах. ПТ-САУ четвертого уровня, пушка с пробоем 130 с альфой 160 и 2500 ДПМ. У некоторых ПТ-САУ в целом на восьмом и на девятом уровне столько ДПМ, а у нашей советской имбищи на четвертом уровне. Это нереально много. Плюс ко всему к этому можно присовокупить еще и то, что у нас достаточно хорошая маскировка, 45 единиц в неподвижности и 30 единиц, когда мы куда-то едем, и просто мега топовый обзор. Конечно, если говорить про рекордный обзор, он у Мардора 38Т, там где-то 450 метров. Но при этом у Мардора и пушка похуже, не такая имбовая. А у нас 418 метров на четвертом уровне, это понятное дело с трубами, там со всем нормальным экипажем, и это просто очень круто. И вы знаете, когда вы на четвертом уровне играете на Хетцере, вам в принципе весело. Вы катаетесь там, в топе вы танковываете, ваншотите, все хорошо. Но все-таки, когда вы на Хетцере попадаете вниз списка, вы на фугаснице еще что-то можете. То есть какие-то там картонные цели по 100-200 урона подавать, кого-то даже может быть пробить какого-нибудь Т67 и забрать его с одного выстрела. В принципе, вы живете, но это уже не так весело. А вот Су-85Б, у нее есть отличительная черта. Она одинаково круто гнет, как в топе списка с четвертыми уровнями, так и внизу списка с шестерками. Вот поверьте мне, я поиграл на этой под САУ, там, наверное, около десятка боев, попадал и вверх списка, и вниз списка. Единственное, что тебя пугает, когда ты играешь на Су-85Б, это арта и какие-то там мелкие фугасные танки. Арта, потому что, понятное дело, ты где-то там стоишь, немножечко засвечиваешься, и в тебя прилетает фугас, и, как говорится, тут или туда раз, или вилкой в глаз, или от арты фугас прямо в глаз. Ну, что я могу сказать, ваншоты, конечно, от арты проходят, это неприятно, но тут беспокоиться не надо, скоро арту понерфят, и мы заживем бодро и счастливо. Ну и, конечно, разные мелкие фугасные танки, знаете, вот на четвертом уровне в топе, иногда они просто на тебя врываются на фланг, непонятно, что делают, и с вертухи попадает. Тоже, конечно, раздражает. Во всем остальном, ты, в принципе, на этой С-85Б никого не боишься, ни КВ-2, ни квасов, ни КВ-1, вообще никого, потому что отличная, офигенная ДПМная пушка, потому что неплохая динамика и офигенная маскировка, которая вместе с трубами позволяет тебе просто играть светляка. И получается, что в топе ты нереальный дамагер, который с двух выстрелов, ну, максимум с трех, сносит любой вражеский танк, причем с быстрой перезарядкой, с хорошим ДПМом, и благодаря этому ты можешь просто сам расстрелять целый фланг, а внизу списка, когда ты попадаешь на С-85Б, и тебе противостоят разные там КВ-2, Т-67, КВ-1, квасы, что там еще бывает, релы, да, и прочее, 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 ты, дорогой мой друг, можешь играть просто как светляк. Я вот именно так и делал, приезжаешь в куст, включаешь трубы, у тебя 418 метров обзора, стоишь там и все высвечиваешь, и у тебя офигенная маскировка, прямо как у Е-25, и ты можешь не только высвечивать, но и стрелять, потому что различные советские слепые танки, и просто с непрокачанными экипажами, они просто умирают, даже на расстоянии где-то 300-350 метров, и даже не могут тебя подсветить, потому что ты просто невидимка. Очень крутая потасау. Хетцер, конечно, тоже неплох, но он все-таки, знаете, у него другой геймплей, он все-таки очень сильно зависит от сетапа. Если против Хетцера, когда он в топе, например, много картонных танков, да, там, и мало брони, он себя чувствует хорошо, вот, а если много брони, и не получается раздавать ваншоты, он себя чувствует уже не так хорошо. А Су-85Б советской просто наплевать на броню, она просто едет вперед, и все, пробивает, пробивает, пробивает. Но понятное дело, что она не Хетцер, она не может танковать, брони у нас нет, поэтому переезжает она вперед, от куста к кусту, от куста к кусту. И ей на самом деле даже не нужны союзники, чтобы светить, она сама себе отличный светляк. У нее 418 метров с трубами, становишься, подъезжаешь в куст, высвечиваешь, расстреливаешь, и едешь себе дальше. И учитывая, что точность у нас неплохая, быстрая перезарядка и большая альфа, мы, находясь в топе, можем прям выехать в наглую на врага, быстренько его убить, и он даже не поймет, откуда по нему стреляли. Ну, а внизу списка, это просто кусты, это просто светляк и накидывание сдалека. Про то, что на подкалиберах у нас там вообще бешеный пробой в районе 170, я даже говорить не буду. Этого нам хватает, чтобы пробивать любые танки 6 уровня, с какими бы мы там не попали. Ну, даже там какие-то вот эти британские ПТ-САУ. Но, вы меня, наверное, спросите, Джофф, ну не может же быть так все шоколадно? Наверное, все-таки у этой ПТ-САУ есть какие-то минусы, о которых ты пока что нам не говорил. Да, друзья, они есть, но я бы не сказал, что они критичные. Они скорее ситуативные и зависят от карты. Первый минус, который я почувствовал на этой ПТ-шке, который мне не понравился, это медленная скорость полета снаряда. И ББ-шки, и даже ее подкалиберы летят достаточно медленно. Но, это дело привычки. Если вы прокатаетесь на этой ПТ-САУ где-то 20-25 боев, вы просто привыкнете к скорости полета ее снарядов, и для вас этой проблемы не будет. Ну, а второй минус, он куда более, конечно, скажем так, серьезен. Это углы горизонтальной и вертикальной наводки. Углы горизонтальной наводки у нас 11 градусов туда и туда, и влево, и вправо. Это, конечно, не очень много, хотелось бы побольше, потому что очень часто приходится пересводиться, если враги туда-сюда разъезжают, у тебя сбрасывается масксеть, сбрасываются трубы, у тебя расходится прицел, а стабилизация не самая хорошая. Короче, неудобненько. Но куда более меня волнуют углы вертикальной наводки. Всего лишь минус 5 пушка опускается вниз, то есть у вэнов практически нет. И при этом всего лишь минус 7 пушка поднимается вверх, то есть пушка ни вниз, ни вверх особо не гнется. Если вы попадаете на какую-то карту типа Вествилда, Аэродрома, ну вот, в общем, такое вот все холмистое-холмистое, там, а-ля Редшир, вам будет достаточно сложно. Вы из-за своих у вэнов не сможете занимать прям все-все-все позиции, и, конечно, это будет накладывать свой отпечаток на геймплей. Короче, у вэнов у ПТшки нет. Ну, конечно, тут еще и накладывается то, что у нас все-таки заднее расположение рубки, то есть рубка находится позади танка, а не спереди и не посередине. Но вы знаете, вот эти два минуса, которые я вам перечислил, даже учитывая картонность этой ПТшки, они настолько несущественны по сравнению с ее имбовостью, что просто на них наплевать. ПТшка реально офигенная. Она реально лучшая на четвертом уровне. У нее нет проблем ни с альфой, ни с пробоем, ни с динамикой, ни с маскировкой, ни с обзором. Это идеальная машина нагиба. Если на третьем уровне все судорожно сейчас фапают на французскую выведенную из продажи премиумную ПТСАУ ФСМ-36 РАК-40, у которой там достаточно неплохая пушка, офигенный рекордный обзор, там 400-500 метров, там просто нереальная имбища. То на четвертом уровне, друзья, все должны, как на мой взгляд, фапать именно на Су-85Б. Потому что это тот же РАК-40, но чуть с меньшим обзором, но при этом все остальные характеристики намного-намного круче. Короче, друзья, что я тут распаляюсь? Офигенная ПТСАУ, обязательно себе ее даже не качните, а просто купите. Что там дойти до четвертого уровня? Если у вас уже есть советский ПТСАУ, и, допустим, прокачана вся ветка, и вы там страдаете на объекте 268, и считаете, что его нужно апнуть, кстати, я, друзья, тоже считаю, что его нужно немножечко апнуть, хотя он и так нормально играется. Так вот, друзья, если вы там страдаете на каком-то девятом-десятом уровне, отдохните просто, отдохните, купите себе Су-85Б, пересадите туда свой прокачанный топовый советский экипаж с ПТСАУ, и насладитесь этим геймплеем. Это реально круто. Потому что, еще раз вам скажу, запомните уже старую как мир истину. Счастье в World of Tanks, оно не всегда на девятом и десятом уровне. Иногда в каких-то ветках, в каких-то нациях оно кроется именно внизу, на третьих-четвертых уровнях. Именно там есть тот самый геймплей, ради которого мы и играем в World of Tanks, когда можно просто сесть на машинку и чувствовать себя офигительно комфортно. И вверху списка, и внизу списка, и в середине. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было интересным. Если понравилось, обязательно нажмите лайк, не забудьте, и, конечно, подпишитесь на канал. А также желаю вам удачных боев на Су-85Б и не только на этом танке. Счастья, здоровья и с праздником Пасхи вас! Христос воскресе! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok